всем привет парни а я тут подключил бобра и смотрю бобер и смотрю хочу посмотреть блок zk и блок комфорта ну допустим я даю стереться сейчас у меня слога подключена 7 пин смотрим проходят какие-то импульсы интересует 15 пин на 20 пиновом разъеме бмв у меня этот самый как бы в 3 кузовную электронику не взял по первому пиво эти пробегают импульсы давайте возьмем 8 пин видите как на бобря горит 7 8 одновременно светится чем увеличился то слива как бы распинов какая-то непонятная меня пробегают импульс тут пробежал что подключился ну давайте остановимся и возьмем закает запрос по закает за к я ведь импульс пробежал что это давайте поменьше сделаем 50 миллисекунд сделаем развертку и музыка и нажимаю либо все пробегают так давайте включим 7 пин посмотрим кое ощущение что они вместе за параллельным бобре хорошо 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 давайте не будем до меня навязываться уберем этот маленький маленький ослогов раз мы вам так не нравится и возьмем другой побольше миром такой возьмем любит всяко будет лучше я думаю так 1 ночь у нас отканемся на землю зацепим все так и что у нас тут заряжается зарядку берем так давайте зацепимся к ночь желтый у нас будет 8 пин будем проводить исследовательскую работу а этот у нас как сюда то еще зацепим у нас будет ребятки 7 пин я говорю нет кучу что так у нас синхронизация давайте за к я синхронизация у нас ребятки 200 миллисекунд вот одну секунду сделаем вот одну секунду сделаем и музыка и нажимаю давайте еще меньше сделаем пять секунд пять секунд сделаем пять секунд не видно да ничего может быть короткий импульс так тогда моему ни черта не видать тогда моему еще меньше 2 2 миллисекунды хорошо давай ему сканирование нажмем раз он такой 20 микросекунд ну да похоже как бы вместе давайте одиночным будем как-то настроим и чтобы он одиночный импульс нам ловил это нам не надо мы это нам не надо так ну давайте ему языка и 0 зато я это значит за к я у нас будет любят кем языка и контур z ой чуть у меня тут произошло так чё нас картинках получается куда она я нажимал это вот он вот такой у нас как бы как бы импульс вот такой как тут как-то глядеть то на что-то а вот пришел не поздно схватил но чем ребята я могу сделать будет что это в этом самом в обре и тишины вместе соединены потому что идут одинаковые импульсы по седьмому и восьмому пину так ну 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 и нас интересует блок блок давайте еще за к я я возьму великое музыка я это у нас будет за к я мне интересует контур зэт посмотрим какие запросы идут кунтер зит рядом до клавиши так возвращаемся назад возвращаемся назад и будем смотреть на одиночном импульсе красавчик появился почти по центру запишем посмотрим что он у нас рисует запись вот у нас вот такие импульсы у нас ребятки это 10 миллисекунд 5 миллисекунд давай сюда иди вот такой у нас импульс интересный интересный импульс получился это у нас синенький у нас еще тут синенький у нас колени ну а запомним это дело как получился такое запомним это дело и наверное подключим ланч ну в общем ребята у меня как бы это дело мне не понравилось что у меня не берет одноплатник выйду в третьем мне не понравилось что вы третье не берет не берет этот самый так давайте еще картинку посмотрим может быть у меня здесь вот эту другую картинку еще глянем 10 миллисекунд 5 миллисекунд точно такой же импульс больше не позволяет точно такой же импульс раз-два внизу короткий значит все-таки как-то странно это в конце там короткий предыдущая картинка у нас и подождите значит давайте считать это у нас здесь здесь у нас на синим один но после второго взбрыг и на последнем на желтом здесь у нас 10 миллисекунд тоже после второго взбрыгнул один импульс вверх и после последнего картинка только это другой другие запросы значит нам надо вот эти две посмотрим как на ланчо происходит ну бобер уже жует это все дело я сейчас поменяю все так бобер нам не нужен ланч рвет 38 картузик грелку включаем компьютер этот убираем давайте возьмем ланчо ланчо буса ланчо возьмем так ланчо возьмем ребятки возьмем этого посмотрим что он делает у нас так он запищал я его засуну зеленый свисток чтобы он все видно было так будем назад возвращаемся так что у нас тут земля отвалилась да нет у меня на 100 миллион так помехи всякие так 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 что нам надо сделать на у нас воздухе эти самые все в воздухе тогда нам надо 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 давайте вручную поставим так погнали сейчас я включу наш приборчик посмотрим что пуляет нам android вместе зеленым свистком кстати зеленый свисток один из лучших считается на него очень мало было софта и маленькую партию очень выпустили вообще ланчо и коммерческих вариантов она выпускали очень много там желтый был и нет красный сначала был потом желтый потом зеленый потом оранжевый потом желтый большой сейчас сейчас все носятся с тенге тягом я просто оригинально не достойно потому все подглядывать за номером свистка и потом не обрубают вход в аккаунт я уже устал пароль заново просить поэтому не делайте так ребят не надо блокировать не аккаунт носить своими паролями другими изменяют пароли дом еще иду или я не знаю удовольствие такое получать но дебилы ну я не против берите доскачивайте там софт или что надо ну на хрена там вот этой фигней заниматься мы делать людям неудобства так значит у нас кто-то там на что-то обижен и мы бэн выберем сейчас он соединяется сиськом ну вот пожалуйста номер записываю и что ты сделаешь ничего не делал нет надо в оригинальной залезть и нагадить там кто-то чем-то обиделся вот он пропилика так ручной выбор 7 и 38 пузана электроника давайте смотреть что здесь будет происходить телефон радио за к я на 8 на зоне значит у нас 7 пин загорелся вот 200 микросекунд это наверно много здесь он еще его линию подключил а на 8 пин перекинулся такая линия я не знаю видно так ошибка связи на за к е так ребятки при норовился снимать показания сейчас в авто стоит 55 вольт синхронизация по первому лучу у меня первый луч стоит на восьмом пине 2 луч на седьмом делаем ему силу вот и то есть если я сейчас дам я не кислограф он давно уже им не пользовался не супер конечно такой как хотелось сейчас пойдут запросы и никак я не могу отловить эти импульсы вот мне отловил 1 это начало он как бы отловил по идее он должен был показать не все опять же к я делаю когда у меня зеленый светодиод горит это 8 пин и он у меня ведь он остановился ничего не показывает тогда я перехожу в нормал вот и опять буду делать запросы посмотрим схавает он эти импульсы которые меня интересуют по за к я давайте еще раз я поставил одну микросекунду клеточка вот видите он схавал эти импульсы и получается у нас не успелось фотографии зафотографировать это дело сейчас мы все-таки хапнем хапнем наверное скорее всего и попробуем их записать так мы с вами выловили эти импульсы пока нас этот не интересует давайте возьмем осциллограф поближе сюда и посмотрим что у нас тут мы записали вот мы с вами записали вот такой импульс у нас значит подождите то что у нас было а вот то есть мы с вами а то есть получалось у нас такая получалось у нас такая с вами фигня что у нас по восьмому на шпину воды 2 у нас во первых здесь почти пила как бы видно и последний промежуток у нас выпад такой здесь на втором выпад теперь берем последнюю картинку ну и видите здесь более прямо прямоугольные импульсы повторяет те две то есть это ланч так делает ну давайте тогда еще сделаем так то есть это на меня интересовал 8 давайте переставим на 7 уйдем в этот посмотрим что по 8 закидывает то есть фактически импульсы одинаковые если их вместе взять так зака я сейчас но синхронизация идет а у меня авто тут вдруг сингл норма вот сейчас буду делать запроса вышел почему-то я вручную 7 и 38 кузов зака я посмотрим что здесь будет меняться это запросы идут по 7 пиво мы с вами видели что значит 7 8 бабре был в параллели и вот эти импульсы они соответствуют как говорите только здесь они более квадратные ну давайте мы автомат очень поставил под вас 5 вольт посмотрим как он будет короче мы с вами этот запрос на импульс вычислили теперь давайте с вами посмотрим в третьем как что делается кнопка стеклоподъемника ну давайте нажмем по 7 пиво кидает давайте еще раз левая передняя дверь наружная температура то есть только 7 и 15 пин так хорошо давайте кузовная электроника давайте вообще включим сканирование сканирование 2 минуты что-то еще наберем смотрим здесь то есть там вот такая один импульс это у нас 7 7 у нас задница вот такая линия только работает но я уже проверял все чтобы не отнимать у вас времени как бы нужно сделать так что уменьшить как я делал на 10 миллисекунд поставить сингл и поставить норму и вот он будет нам рисовать все что он хапнет 10 миллисекунд ну 8 пин у меня mail молчит поэтому я ничего не вести относительно него сделать синхронизацию давайте сделаем так ждем посмотрим как этих не все они как бы глючит и желательно по первому лучше всего настраивать значит тогда надо перекинуть осциллограф вообще молчит он как бы у нас давайте перекинем на 7 полтора в шутки вот еще но вот 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 запускаю поедем должен зайти в блок и одной командой другой другой дать сигнал нас как бы интересует первый сигнал ну в общем приноровился я работать этим осликом конечно он как бы мыльница такая здесь как бы я ставлю еще красную линию чтобы видеть что какая-то активность происходит на канале не знаю как она называется ффт или ch ффт по моему пропала тогда ясно есть там что-то или нет и по красному по синему тоже должно быть такая не отключена синхронизация по первому импульсу и здесь мы сразу здесь у меня 50 милливольт самая маленькая чувствительность мы уменьшаем ставим 5 вольт и поэтому каналу тоже 5 вольт здесь у меня автомат стоит так вот примерно вот так давайте ставим и тогда чтобы посмотреть сигналы такие вот захват сделать каких-то сигналов конечно здесь этого недостаточно объема как бы ну мы выставляем допустим мы знаем что где-то 20 миллисекунд ну допустим 10-20 будет у нас захват происходить и и тогда мы включаем символ режим это синхронизация по каналам и он как бы у нас запускаешь останавливаясь запускаешь ну бывает так что он быстро срабатывает тогда мы уходим в нормал после него и тогда уже он нормально работает то есть он какой-то сигнал захватит и и если этот промежуток сигнала будет входить в тот наш момент который мы задали вот точно как задавать тут нету вот по миллисекундам тогда можно при рассмотре но ослограмм которым мы запишем уже расширять и сужать это дело вот допустим здесь у меня с этого смотреть всего ослограмма и я здесь могу двигать видите когда мы делали с вами то у меня медленно это все происходило и здесь я могу расширять импульс и это значит у нас я запускал звуковой сигнал на е38 вот такой импульс проходит машинка бибикает это у нас к линия и я могу еще больше расширить видите более четко посмотреть следующую картинку возьмем тоже видите ну сигнал включения кого может быть у меня и пропущен потому что например чем отличаются вот эти мотор тестеры у них очень большая полоса такая и они как бы захватывают ну допустим грубо говоря до минуты сигнал и потом вы можете с ним им заниматься здесь когда вы играете с этим в нерсе он начинает тормозить это такой момент есть и чтобы это перестала тогда надо просто добавить или убавить яркости допустим я добавлю яркости сейчас вообще будет летать все мы же экономим это же сумму и не хотим чтобы у нас батарея быстро садилась поэтому мы уменьшаем яркости и он видео налетает просто допустим я щас буду смотреть значит то что я записал вот последнее то что я записал допустим вот этот сигнал с ланча шел на блок за к я ведь ведь он тормозит вы еду туда-сюда но это одна микросекунда у меня то есть ответ одна клеточка нами микросекунда допустим сейчас я добавлю 2 эти он ну как бы тормозит тогда выходим и делаем ему максимальной яркости и он начинает нормально работать ну чтобы вы знали у кого есть летает захват конечно маленький но в принципе что-то даже можно и такой мыльнице сделать она там сейчас где-то ну 140 долларов вполне понятно да я думаю всем понятно это значит у нас сигнал такой видите здесь как бы такие трапеция на сигнал у нас был в третьем ланч у нас смотреть какие красивые импульсы с маленькой пукалки с этой там стоит специальный прямой передатчик вот он такие импульсы квадратных дает так что не тяните на эту мыльницу конечно это мыльницы такие эксперименты делать на ней не очень хорошо и я бы конечно хотел помощнее штуку ну ну нет этот самый с которым все это носится за 700 баксов вам больше чуть-чуть с этим зеленым потому что если уж ребята в это дело влазить тогда уже влазить по полной штаны то есть покупать отсыл на 250 мегагерц мегагерц где-то но не меньше 100 24 канала то может еще и больше быть с функция генератора произвольных сигналов таким образом чтобы я мог вот этот сигнал как бы снять осциллограмму и его записать то что мне надо допустим что мне не надо обрезать и как он из генератора подать куда-нибудь допустим если так рассуждать сейчас возьму какую-нибудь штуку и порисуем с вами немножко допустим я занимаюсь диагностика автомобилями и мне нужно сделать какие-то прикольные функции с этим автомобилем или найти там узел неисправно или еще как то ну вообще как работает диагностика допустим у нас есть вход блока диагностики значит наш сканер здесь и мы подаем на этот блок диагностические какие-то импульсы с него расходятся шина по другим блоком скажем это был блок комфорта это мотор с него также может расходиться на другая шина там кузовная электроника там еще какая-то там вещь ну не знаю в общем понятно да это диагностика у нас как бы узел диагностики допустим здесь у нас как я хотел был комфорта за кая и дальше у него идет на исполнительные узлы допустим левая дверь там левая дверь правая дверь пассажирская следующий блок блок допустим идет там закрывание багажника здесь управление моторами и как бы допустим моторчики же там стоя в управлении мотором и здесь сам моторчик моторчик и клапан или реле какой-то здесь тоже самое блок управления двигателем и получается так что здесь у нас канкан сейчас уже все канкан здесь у нас тоже пока ну с этими блоками тоже пока ну разговаривать ну а вот этот допустим за кая это я образно говорю так он уже полина работает с этими другими блоками и здесь вот линь 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 и получается если я осциллограф суну сюда тогда я все увижу проключением прямо вплоть до управления этим двигателем то есть я зайду в этот блок меня запустят потом через этот блок у меня запустят в этот блок и потом я уже на исполнительные блоки зайду я туда валин полин шине дам команду но я могу и зайти допустим сюда то есть я буду видеть ту часть сигнала которая идет на управление скажем открывание окон водительской двери я могу разорвать здесь шнур и зайти сюда то есть посмотреть конкретно какие идут сигналы на поднятие как бы стекла и на опускание вот поэтому если уже разоряться так покупать машину такой вот не типа той того миссингах с которым все носятся непонятно зачем типа он коншину смотрит ну а что вы там увидите что вы там увидите в этой коншине что вы будете с ней делать понимаете скан хакером сюда добраться тоже непросто там будет море всяких посылок всяких комбинаций сигналов и какой из них какой какой ответ на какой передачи вы ногу сломите то есть переборами ну там есть такой момент как скан хакером работать как вычислять но это очень утомительно ослографом 1 раз посмотрел с этим запоминающей памятью есть возможность у генератора любых сигналов на запомнил этот вот эту посылку отрезал допустим что тебе не нужно оставил только тот сигнал который значит идет на управление подсунул ослограф еще сюда допустим опять сделал такую же вещь и прямо сюда генератором сунулся и подал сигналом тебя двигатель там закрутился в обратную сторону другую короче вот ну так такая тема вот эта тема то есть это ослограф должен быть где-то не меньше 100 мегагерц там 250 мегагерц чтобы вот красиво рисовать эти сигналы есть все вот в него стоит вложиться это круче чем мотор тестер несколько раз там не то что в несколько в сотню раз то есть вы можете как будто на датчике допустим распредвала смотреть вот эти скрипты которые вам придумали допустим если там на датчике коленвала идут сигналы в момент сжатия значит у нас до смесь горит то у нас быстрее поршень опускается значит скорость увеличивается значит здесь будет уже уже период вот этих импульсов также по высоте смотреть то есть и уже потом то снимаете всю эту диаграмму и допустим на 3000 оборотах делайте перегазовку все это у вас память залетает и вы можете анализировать что у вас там вообще как нормально что работает сам датчик или вообще тема прида вы можете еще впрыг смотреть уровень это очень крутая тема и тем более допустим вам надо повторить ну как бы прямо на машине но отключили там форсунки катушки зажигания наши ноги до сих пор я уже как бы бензинами не занимаюсь очень редко там вообще как бы легкотня с ними разобраться и смотрите что у вас происходит и анализируйте значит здесь нормальная смесь возгорну сгорела здесь не нормально и тогда это будет все видно по вот этим импульсом поэтому эти скрипты и построены как бы они анализируют там но несколько вариантов вот этого как бы всего дела суммирую складывают и выдают вам что в одном компрессия меньше другом больше но есть конечно и другие методы проверки компрессии но в принципе они вот так проверяются некоторые вещи диагностика это проверяюсь допустим вот мы с вами делали такой тест ланчем на волю а потому что допустим блок управления он не смотрит по верхушкам он смотрит уровне уровень и вообще как бы берется это середина считается сигнал это будет единица то что меньше это будет 0 вот так могут они плавать туда-сюда вот эти это как воспринимает блок управлением по барабанам будет что у вас вот такой сигнал будет что треугольный значит у вас будет вот этот меньше здесь меньше ширина сигнала вот он именно вот так возьмем здесь будет 0 длительность импульса такая здесь будет допустим единица когда он у вас хапнет вот этот сигнал с датчика коленвала он на самом деле придет к нему после там усилителя начинается уже дробление то есть определять то есть быстрее это наш крутится мотор и значит дробление идет может быть там четыре пусть одно я сомневаюсь что это может быть допустим 20 импульсов я висимости от того шире или уже значит у нас это единица длительность у нас получается то есть скорость быстрее скорость меньше ну примерно вот такой принцип как бы не то что вам там рассказывать что такое в синусу выда там должна быть логика она как бы в автомобиле одинаково то есть там не стоят аналоговые цепы которые нас вычисляют форму сигнала им нужно момент где срабатывает единицы где срабатывает 0 все такая вот как они как бы вещь которая не заумная в двух словах как бы ему объяснил ребята поэтому я думаю что вам все ясно и вот в такой ослогров можно вложиться всякие там покупать анализаторы по той же сам за те же самые допустим 5000 долларов анализаторы дам как искать на плате неисправные элементы ну это я не знаю можно купить мультиметр за 10 баксов автомат вот как вы допустим я показывал карандаш такой смех смеха на 10 баксов вы будете делать тоже само куда-то ткнете относительно чего-то и будете смотреть что там происходит если там короткое замыкание значит он покажет короткое замыкание если там сопротивление покажется при тени если там емкость он покажет емкость быстро по диапазонам переключился по диапазонам переключился посмотрел емкость посмотрел на диоды посмотрел на это чудо как бы я не знаю такие деньги отдавать я забыл как этот прибор называется но я думаю кто смотрит понял о чем я говорю функции ребята вам нужно глобальное знание электроники и чем быстрее вы их наберете тем для вас легче вы будете находить элементарные решения очень простом виде то есть получается тот этот прибор он сделан для тех кто наш в электронике не шарит и не собирается шарить ну вот людям хочется им после попробовать они покупают на самом деле как бы вам объяснить такая что ты будешь супер спецом когда ты мыльницей трехкопеечный сделать что что другой не сделает дорогущим сканером вот чем суть и поэтому как бы мы смотрим экономим вам деньги у нас сейчас как вы знаете появились спонсоры ну и спонсорство и у нас там сначала было 20 видео потом 50 и уже сейчас 125 видео где реально показана диагностика и вообще методы как и что искать там как электрику как начинающим человек так и так и так далее ну вернемся нашему я 39 и начнем с ним прозванивать адаптеры там дело в том что вот эта новая версия она не настолько хороша как ее хвалят то есть она бывает что на некоторых марках она вообще активации там и функционал у него не работает то есть вот там пустое окно когда ниже версии значит этим работают так что у того у кого в третье он не может значит новую прошивку поставить вы не расстраивайтесь тем ребятам тоже придется возвращаться все время прошивать прибор или туда или сюда ну я думаю что мы еще сделаем видео посмотрим какая почему так почему именно прошивка 16 2 2 идет на двухплатнике ну там бнв еще несколько марок она начнет глючит если так можно назвать по другим более-менее нормально но это тоже здоровско тем более как бы сейчас это все доступно стало я посчитала крайне положение это мне не надо давайте тишина ребята 8 никуда не выходит 7 мы берем сторону и возьмем переходник в 3 тоже здесь у нас здесь что у нас делается здесь у нас более-менее четко и будем рисовать значит это был у нас то есть абсолютно одинаковые раза его просто не очень хорошо видно надписи они еще сбоку как бы находится ну я смотрел здесь по выпуклости направляющего штыря вот это вот тут он в зеркале и значит все соответствует ну на этом ребята я думаю мы с вами неплохо провели время поговорили немножко оба салографов какие они должны быть у настоящих диагностов поэтому не занимайтесь ерундой больше уделяйте время глобальное изучение электроники то есть пытайтесь понять как эта тема работает какая-то закреплять ее на практике и не летайте в облаках говорится ну и давайте к заключению придем полазим в интернете что мы можем найти здесь на дрейф 2 допустим здесь неплохо расписано вообще как это все работает и по ходу наш любимый бобр мб бмв сканер работает по rxd txd и ты xd2 папа этим значит режимом он работает и конечно он моментально хватает машину мы со своими мультимарочниками мучаемся ну и также здесь еще что можно посмотреть что как бы ссылаются на первые это 16 20 пина бмв разъема 4 5 19 7 это 17 плюс 20 а 8 это 15 разъем и вот здесь расклад 15 это у нас или не возможно если мы на в третьем перекинем линию на 15 пин еще туда то возможно но что-то и начнет брать хотя и сомневаюсь потому что мы никаких не получили как бы похожих кодов когда снимали осциллограмму этого дела ну а здесь вот так вот примерно этот расклад и есть то есть 7 закорачивают с 8 мы это будет к линии так вот это то есть на разных сериях бнв вот такое можете попробовать возможно что-нибудь да получится ребята на этом все пока пока всем привет здравия и благополучия